Доброе утро. А утро у нас доброе. Вот кто нам приехал. Привет, Иль. Здравствуйте. Ты видишь, с какими чемоданами. Офигеть. Загружайся. Благо, поезда еще ходят. Все, прибыли мы. Мама нас встречает? Не знаю, она же на кухне, наверное. Встречаешь? Переселенцы, привет. Видны, дорогие. Ты веселились? Прибивщики. Не понял. Саша здесь что-то с Таней привезли. Говорит, давай открывайте. Стекло какое-то. Тут какое стекло еще? Вот, в первую очередь. Вот. Макалон. Это что такое? Ну вот узнаешь. Наконец-то выпьешь настоящего виски. А, виски. Уже сколько лет вот этим кроксом. Только грязные украски там, но ничего не случилось. Банка нутеллы для мамы. А банка нутеллы для мамы. И так кажут, что мамой жопа пишет, чем... Когда-то, пять лет назад, я родителям привез кроксы. Они до сих пор в отличном состоянии, правда, после стройки они все запачкались. Всю дачу построил, кирпичи таскал. И они целые до сих пор. Я зимой у них хожу даже. Это зимние, да? Утепленные утром выходи. Померяй только. А, тоже крокс, да. О, видишь? Слушай. Вон, летние еще кроксы тапочки. О, красивенькие. Розовые. Розовые. Они удобные. А ты себе тоже такие делаешь? Да, они такие же. А, ну, кроксы. Так, вот это... Нет, это пятерка, это хорошая. Это мои. Вот это папины. Меряй. Размер. Все. И зимой я больше не буду. Те настройку, а дети так ходить будут. Класс. Это кот наглый и этот, и требовательный. Папа не любит серка. Слушай, это же кот соседей, который сверху. Хозяйка рассказывала, говорит, только что покормила, а эту опять кричит, прямо разрывается. Требует еду. И у нас требует. Это тебе очки. Что? Так очки есть. Мне же мама купила хорошие очки в машину. Ну, типа какой-то что объяснял. Вот, кожаная курточка для тебя, Меряй. Так у меня же уже есть кожаная. Я же сейчас уже в кожанке тоже был. Еще одна кожаная. Эти купили бить. Да я же нормальные вещи вам привожу. Нет, классные. Да ты что, классные. Да смотри, длинные рукава. Ну очки сразу. Да, да. Прибарахляйся. Что это такое? А-а-а, Вита. Вон, смотри, что привезли. Патефон? Патефон. Патефон, вон. Это проигрыватель пластинок современный стерео и работает по блютузу. Граммофон. Ух ты. Диантвуд. Класс. Да ты что. Майкл Джексон есть. Мелодия есть старая пластинка. Круто. Это колядки. Голубые гитары. Вот еще Майкл Джексон. Будем ретро вечеринки устраивать. Да, классно. Вот. А тут не надо вот этой головки. Вот же что тут есть. Голки, голки. Там оно все есть. Это же современная штука. Тут менять не надо. И вот когда у тебя Айкос закончится, можешь попробовать вот эти сигареты. Открой. Мы против курения. Я бросить как бы не могу, поэтому перешел на Айкос. С многочисленным просьбом я опять иду искать клад. Камеру даже взял и с Таней сейчас идут. Так, ну что идем, Тань. Папа решил пойти в лес. А сегодня пойдем в заросли. Таня тоже хочет посмотреть как это все выглядит. Так надо лопатку маленькую. Так твой папа взял. Кстати, я забыл лопатку. Вот лопата. Тань, возьми пока. Ну, кстати, я вот там сверху тоже не ходил. Вот папа уже начал. Ну, вроде включился. А, лопатку взяли. Вон, круто. Саша вообще камеру взял. Пипец. Реклама. Саша Шапик канал называется. Спасибо за рекламу, брата. Вот так. И идем в нетронутый лес. Но тут, видите, даже и случайно ничего не пикает. Абсолютно. Стоп! Там был звук. Вот реликтовый лес. Нетронутый. Похоже, тут ничего не будет. У меня даже и чувствительность стоит там 90. Просто, ну я что-то вообще никаких сработок. Обычно ищут клад в таких местах, в которых раньше кто-то жил. Либо происходили какие-то военные действия. О, да. А ты смотри на уровень сигнала, что показывает. Максимальная глубина 30 сантиметров. Вон, смотри, 30 сантиметров. Кстати, показывает медь либо серебро. Ну, не золото. Ну, так 30 сантиметров копать. Ну ничего, раскопаем. Тихо. Давайте, будем копать. Ну, явно что-то есть. Там же было пусто. Да, блин, глубоко. Смотри, с 30 сантиметров это вот так где-то. Сколько там тех 30 сантиметров? Таня, давай лопату. Саша, я сейчас возьму камеру, а ты будешь копать. А кто снимать будет? Монетка какая-то будет. Да. Это где-то монетка, но глубоко. Ну, если глубоко, то может быть древняя. На бумажку проверь, может это она. Так, может это она звенела этикетка? Так, там может металл фольга. Есть, есть, есть. Вот там, значит. О. Тихо, нет, нет, есть, есть. О, подожди. Вот тут что-то есть. Явно есть и показывает, что 30 сантиметров. О. Вот где было. Наверное, мы тут копать не будем. Что-то очень слабое. Либо очень глубоко, либо помехи. Тоже бывает такое. Короче, получили мы ложный сигнал, копать дальше не стали. Будем искать сигнал получше. А, и возьми сумочку. Ну, она же мне мешает. Чувствительность на максимум вообще-то стоит. А, пойдем к тому дереву. Там крутое дерево. Там кто-то мог под деревом что-то закопать. Давай. Да ты ж води больше. Что там? Да я хотела увеличить сумку, чтобы отодеть. Неудобно было носить. А, консервная банка. И вот это вот такой звук, это на черный металл. Это консервная банка звенела. Продолжаем поиски. Пока что безрезультатно. Так идемте куда-то, я не знаю. Может в ту сторону. У папы золото показывает. Подожди. Сигнал с золотом бросает. Подожди. Оно сейчас золото, серебро показывает. Тут когда на грани чувствительности, то оно нормально не показывает. Вот сейчас на золото показывает. О. 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 Ну есть же. Давай копать. Ну на золото. Ну давай копать золото. Подожди. Ты можешь 30 сантиметров копать? Серебро либо отойди. Подожди. Серебро либо. Ну отойди. Я раскопаю. Ну так 30 сантиметров. Как будто 30 метров. Так копай. Может это просто помеха быть. Я бы уже выкопал пока ты это разговариваешь. Копай блин. И не разговариваешь. Проверяй грунт. Да нету тут ничего. О. Видишь тоже пиликает. Явного сигнала то не было. На какую-то типа единичную монету. Ну ищи. Это у меня. Подожди. Но у меня то нету. Золото найдем. Да не золото. Не золото. Мы копаем ночью и днем. Тяжело снимать на эту камеру. Продолжаем поиски. Тут лианы. Уже не хватит. Растут. Я же на черный металл не смотрю. Хотя у меня не отключена индикация. Ну. И что? Что нашел? Сигнал нашел? Опять консервы? Ну иди сюда. Да нахрен мне твои консервы. Тут рюмка на стекло ж. Оно не реагирует. Это рюмка. Ну это похоже консерва. Там где рюмка там и консерва. Да. Вот крышка. Конечно. И вот это вот такой звук. Сынка. Звук слышишь? Слышу. Это черный металл. папа ходит там где людей вообще никогда не было нужно ходить в других местах давай хотя бы монету найдем горшок золотые монеты ты прям знаешь на что ты идешь как рыбаки там знаешь идут на щуку в этом лесу реликтовом так ничего не нашли показывает золото золото опять она показывает металл вот серебро медь вот черный металл а вот это золото платина смотри саша если мы найдем большой клад то его надо будет показать государству и 25 процентов только будут наши нормальный сигнал вот блин на золото выше руками надо ну вот где-то тут и тут есть и тут есть подожди круто вообще-то интересно червя вон проволока алюминий это не серебро вот оно похоже золото алюминий похоже показывает также кусок алюминиевой проволоки потому что алюминий по хуже проводимость чем медь чем серебро а там зависит от проводимости и он показывает типа как золото здесь пещера какая-то ну где монета ну вот показывает что сверху надо проверять потому что можно выкопать подожди смотри ну не мажь ничего хорошо ноты подожди я не успел ничего посмотреть тоже он ничего нет ничего нет а в яме уже нет вот тут пробуй вот крышка ахуй так блин это же черный металл черный металл а покрыт этим никелем там или еще блин они ж никелируемые мне не нравится лазить тут я все грязно волосы путаются он может по магнитным свойствам либо по электропроводности алюминий по электропроводности точно такой ну явно хорошо есть явно что-то железное главное чтоб тут была не бомб слушай это гусеница танка не часть гусеницы вот тут убери лопат а тут сильно твердый грунт я потом проверю на поцарапать монету ну есть покопай о что достал алюминиевая проволока приехали нашли клад ну вот мы уже тут обошли весь участок копали перекопали а ничего не нашли тут уже и таня копала и таня искала металлоискатель его не берет так что это рыба нет видишь ну это уже не помеха двигать надо вообще и проверь просто сразу они перебирая на глубже явно тут же тракторами копали вот этот ставок и вот кусок гусеницы это что хвостовик этого бомбы просто херня какая-то о офигеть чур на кусок а керамика кусок ну вот и все без результат но можно сказать куча проволока что-то нашел еще дай бог хоть пять копеек нашел и напоследок я решила опуститься в наш бункер кто смотрел видео еще самого начала я показывал это уже несколько лет назад для чего он был выкопан я не знаю вот я сюда уже сто лет не спустил ну вот так может что-то и увидите вы ничего не увидите и сейчас мы там металлоискателем пройдемся вот так фонарь возьму ого она почти вся туда зашла фонарь еще взять возьму ты мне потом подашь ну что вот я уже спустил лестницу видите она почти туда вся утопилась лезем приз под нею оба я вот это обнаружил нам никто не показывал буквально через год после того когда мы купили этот участок и посмотрел тут что-то накрыто а тут вот такая яма зачем она такая конусная штука вот тут площадь большая вот вот глина а дальше уже пошло вот этот наш грунт хреновый который осыпается смотрите что делается вот такая катакомба да тут жить можно вообще-то под землей 24 часа до а тут и дом на не надо строить здесь можно 24 часа провести спокойно вот это шоу пищит ну что-то кавкает но это явно помехи но это же не черный металл лопату давай у меня тут пищит я решил лестницу переставить это не черный металл ну короче надо копать пипец какой-то тут что-то есть что там я не знаю что-то нашли что-то есть это не черный я не знаю это вроде не труба ну какое-то кривое а чё она тут в яме должна быть тут глубоко показывает сейчас он 15 сантиметров что это такое это бивень мамонта так кусок трубы блядет такой пипец клад нашли называется а ну и все там пищал еще на какой-то металл и все вот консервная коробка из дальше ничего здесь ой нету так что фокус не устал не удался клада здесь нету и я выложу он саша мне опять спустит лестницу посмотрите канал трепанация подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарий то ли еще будет много чего интересного удачи всем и пока пока